Так, друзья, закончилась первая серия. Началась вторая, 30 ноября. Время подошло, когда я обещал рассылать каталоги. В какой-то момент я получил, это было вчера, я получил вдруг предложение от некая Светланы из Италии, чтобы купить у них крупную партию посадочного материала, отосаживаться и продать вам. Поздравляю. Вот. Это называется конвейер смерти, я его так называю. Это конвейер смерти. Давайте ждёмся к каталогу, который я назову конвейер жизни. Я сказал, что есть каталог, свежие. Есть вещи, черепки, дешёвые. Я калечу деревья. Я всё это вам объяснил. Понял. Ещё даже, только начал продажу, что-то уже кончилось. Есть отмейерчики, есть. Вот они. Видите? Ну, вот тогда коллекция целая. Вот. Давайте тогда продолжим наш разговор. Остановились мы вот здесь. Про биологическую совместимость я сказал. Единственное место оси, где подвое полевое совмещены. Вот. Я люблю поговорить. Ну, в каком плане? Итак. Один мой друг. Зовут Антон. Привет, Антон. Ты всегда следишь за моими публикациями. Вот это сказание. У неё есть друг Андрей. Андрей, к сожалению, у него тяжёлые заболевания. Надеюсь, вылечился. Там, на подъёме вроде. Десятки гектар. У меня плохая память. Десятки тысяч саженцев куплены. Я схватился за голову. Не успел его упредить. И тогда я попросил от Тода, как бы посредника. Он ещё и помогает. Андрей, я его пусть узнает, откуда завишите. Он назвал питомник. Питомник, я такого не нашёл. Где нашёл. Ну, без Датиса Рассада. Тогда закралось подозрение, что всё это не дай бог, что это же Италия. Не знаю, начал рассказ про девку Светлану с Италии. Каждый год мне предлагают купить партию себя и санкции. Вот. Нет. Оказывается, там всё было не так. Санкции всё-таки как бы местные. Ну, с одного места получали семена, кончики, семечки проращивали. А может, сразу готовые по двое брать не будут. А в другом месте получали качино, якобы, привой. Ну, глаза никто не видел. И то, что этот питомник вырастил и крупную партию продал нашему другу, теперь уже моему другу, Андрею. Вот так вот. То есть, он купил сто процентов котов, близко все. Вот, близко все коты, чёрные, чёрные комнаты, чёрные коты. Их что вырастет, чёрт, чёрт его знает. Вот. А десятки гектару. Представляете, за ними уход, за ними охрана моя. И я думаю, господи, ну, потом немножечко перешёл на моё, но в этом немножечко ещё всё впереди. Итак, только в одном месте, где, откуда по двое привой, может добиться абсолютно биологическую совместимость. Только там, где по двое привой с одного сада. Вот. Я таких садов, кроме двух-трёх, не знаю. на всю Россию. А сотни. А вот Светлана предлагала всем, вот, 27 садов нет. В Сибири продают персики, в Сибири продают черепки, крупноплодные апрекосы. Открываешь сайт этого дерева совместного. Только красивая фотография из интернета. Вот. Ладно, не буду это последних этих добивать их не буду и показывать эти сибирские питомники, которые наворовали фотографии в том числе моей, а продают знаешь что? Никогда не догадай, не будут то, что они сами не знают. Идем дальше. Итак, совместимость, только если по двое привой с одного сада. Собранная коллекция сортов, сортов, образцов, клонов, форм представляет собой векарное собрание. Итог достиг эти работы и не имеющие аналоги на всей планете. Ясно, не имеющие аналоги. Это значит, что больше нигде такого нет. коллекции представлены и подвоиды формы. Для чего? А для и для кого? Для тех серьезных садоводов то остров крутается в сверх мотоцерков и подвоиды потеряли. Семификорский не собирается через искать и выпишут их на стороне как делал я. То есть коллекция готова. А с помощью их примерок даже дикарей уже на свой подвой можно быстро получить собственность материал. И главное мои подвои приводят раз и совместим это выписывать их надо из этого родовой источник. А если из разных нужно приведить в обезот последний метр. Имея прицеп все эти подвои отдельно можно сдохнуть. Ну если у вас есть 20-30 лет. Давайте начинайте с нуля. При задержке оплаты оставляй за собой право до замены от двух сортов до нехожи по качеству плоду. Да так бывает к сожалению у меня всего осталось каких-то по чуть-чуть по нескольку чтобы ухвали. Особенно касается яблок. Цеда черенка 200 рублей а кто-то я пропустил. Важнейший момент в отличие от общепридной практики при заготовке черенков отрезаю ветки отнизу практически полностью. Этим даю возможность использовать нижние цедейшие по качеству почки. ухвали. Да, вот смотрите, видите где он отрезает, это он позирует, я говорю, нехорошо, надо двумя руками, ты так не перережешь, одной рукой сил не хватит, а вот теперь это все почистил, а потом он берет банку с густой масляной краской и замазывает, вот теперь все почистил, вот, видели, да, возвращаемся в наш каталог, итак, нижняя, ценнейшая по качеству почки, чем ниже, тем качественнее, это на всю жизнь, это я единственно утверждаю на всю страну, на всю планету, почему я вырос в 30 тысяч саженцев за свою жизнь, наверное, у меня была возможность, допустим, два людей, единственный, значит, ценнейший чередок, и честно, я пытался подниже, взял фрагмент, там, допустим, чередок, две-три почки, посередины брать и сверху, я вот тогда раз, на всю жизнь, и за всю науку, не хотел берите середины ветки, это, говорит, человек, который такую работу не проводил, взял чередок середины ветки, получил неплохой саженец, сказал себе, мне этого достаточно, а то, что саженец, очередок взятый пониже, ниже, чем в середине ветки, снизу третьей, нижней четверки, чтобы у него получится в два раза большей, сильней, зимостойче, здоровее саженец, он этого не знает, почему? потому, что у него опыта своего нет, а у всех других, как и все мастера. Итак, ежеднев, сидящий, покажется в почке, цена чередка, 200 рублей, минимальный заказ, 5 чередков. Объясняю, почему вот это, а то для тысячи, вот. Дело еще в том, что дочевать на почте, или стоять часами в очереди, я не хочу. А когда я, мне говорят, верите, ну, два, я говорю, я беру пять, тогда уже не так, это, круто выстоять, заработавши тысячи. Так, правда, замену в одну-два без согласования, когда выбор одежды. Ну, я всегда согласен, знаете, когда составлял скота вообще, тогда я только вставал, что и право, вот, сам себе, пока пришло, дошло, нитя. Было такое, нитя, две, ответ получил, нитя, две, надо согласовать, опять подправил нитя, две, а там, вроде, только за двух нет, а то в двух сортов нет, уже пяти сортов нет. Поэтому это устаревшее, в принципе, ну, на всех случаях пусть остается. Расходы на пересылку 500-100 рублей. Резкое подорожание на почтовые услуги. Вот. Расковая упаковка дорожает. Вот. Некоторые просят ускоренную, организуйте, на даче вы денег держали. Изменение условий, поличные договоренности. Прошу внимания. Ну, еще сразу же отобью желание. Последняя посылка белорусского наследника Север-Каби-1920. Последняя посылка Казахстан-1800. Вот. Это тоже Север-Каби. Ну, сколько там? 10-20. Веточек. Вот и все. А внутри страны, ну, согласитесь, что это по-божески. Так. Питомник с примитыми саженцами передал Сину Железову. Вот его телефон. Но он практически его не берет. Вы попробуйте подвинуть, чтобы поработать на охране. Потом попробуйте выспаться, когда звонят. Вот. И тогда получается, что отвечает его жена. Вот. Пожалуйста. Вот это обязательно учтите. Подчеркиваю, видите. Его жена. По вопросу приобретения саженца в новый электронный ящик. Питомник Железов. Сергей Железов, это Максим, вы уже поняли. Информация по всем дискам книга. Без десанта, да, вот, пойду не вырастить. Итак, здесь есть еще диск. Сюда одного диска, 300 рублей. Хочется себе представить. Чего тут только нет. Это длинный фильм, снятый с телевидения. Раз. Длинный фильм, снятый с телевидения. Это вся моя наука в саду. Моя советы, моя учеба. Личная книга, 300 рублей, бесплатно. Мои исправлялись статьи. Только на статьях можно научиться. Последние времена все перестали выписывать. Хотя, когда-то мои статьи в газетах отрывались руками. Я этим гордился, вся Сибирь гордилась там. Железом в Сибирях. Это было. Так. Так, теперь. Ну, оставить диск я сейчас не буду. А, нет, я отмечу диск. 11, 12 и 13. Почему я отмечу? Это в Искорске Сибиря. 3D. Доставили 6 длинных. Записано о 3D. Это 3D, бои, бои и технологии. Потом отзывы были такие. Релезом приехал в Москву и поставил в Москву садовую на уши. Ну, шаг она заканчается. Изменились люди. Изменились. Спомните, зачем сейчас ездят до дачи. В лучшем случае за шагами. Хочем продать. Тоже дачи. Вот. И диск практически не острый вон. Я очень жалею об этом. Потому что. Увидеть такое. Вот еще видите. 2 дня читал лекцию в этом. В Челябинске. Здесь был такой подъех. Как в Искорске. Лекции, семинары в саду. Я в семинары в саду проводил. Не только за этим. На экране с указкой. Все это в важнейшем моменте. Но, к сожалению, время ушло. Это я пропускаю. Эту информацию я сообщаю всем, кто делает заказ. Чтоб сообщили фамилию, адрес, имя отчество. Телефон не забыли. Вот. Телефон сейчас мы записываем прямо на конверт. Видеофильм и живьем. Видите. Чтоб вам лучше было. Уперечерки. Ага. Чтоб вам нужно знать, как с ним работать. Вот так вот. Вот и литература. К сожалению, эта книга закончилась. Бумажная. Есть электронный вариант. Скромная. Бумажная стала полторы. А электронная всего тысячи. Вот. А вот эта книга еще есть. Осталось, по-моему, 8 или 9. Это на всю страну. Изведомольские племени. То изложены так, что любой школьник поймет, потому что не понимает только там. Показывает палец вверх. А нормальные люди все понимают, благодарят. И говорят, действительно, две новостные племени. Только вот. Кто и получит. Какой китайский или американец. Долго ли все это присвоить? Так вот. Когда эта наука не захотел заслугить. Я говорю, я железом готов быть восьмым-десятом в списке академиков. После них. Только мы застал бить за Россию. Это бесполезно. Ну, а полтора тысячи, понятно, как-нибудь восемь девочки их продал. Хорошо уже. Сколько дорого они ее стоили? Выслал Питер. Знаете, сколько? 200 тысяч рублей. Был для 50-ти до 20 тысяч экземпляров. Несколько лет она. А потом тот, кто собирался их продать. Ну, то есть по всей торговой сети. Я вот этого не смог. И сейчас я продаю по несколько штук. Детелю. Когда продал 40 штук, 50, так это был рекорд. До 20 тысяч продать до самой смерти не смогу. А ведь это очень дешево. Согласитесь, ребята. Это очень дешево. Хоть купили, допустим, 40 штук. За 500 рублей. Ну, что такое 500 рублей? Ну, бутылка водки, если она не отравлена. Вот. Оставляйте 40 штук за бутылку водки. Можно и бутылку водки купить, если дорого на зарплату. 40 штук. Это 500 рублей. А потом взять и за Новый год. До 23 февраля. До 28 марта. Кто из нас не дачек? До этих, вместо этих самых подтяжек. Крем для бритья. Вот эти самые брошюры. Они прекрасно смотрятся. Они все цветные. Тореграфия великолепная. Ну, вот. Мне 200 тысяч уже никогда не верну. Не то, что заработать. Допустим, вложил 200, получил 400. Или 500, полмиллиона. Я эти 200 никогда не верну. Когда я вот так обращаюсь, говорю, ну, ребята, вы же не мне поможете, вы себе поможете. Это бесценная информация. Ибо я не предлагаю те же книги. Северный сад. Никто доверится. Тысяча рублей. А вот записки есть и бумажные отлично присылать. А вот кто может с экрана, пожалуйста, удобно. Ты едешь в этом самом поезде, в электричке, читай. Вот. Никто доверится. Вот, пожалуйста. Без обадом. Вот. Северный сад есть и записки есть. И вот. Пять придут, чтобы все это присылать деньги. И еще пять придут, чтобы получить эти две книги. По тысяче рублей. Ну, бывает раз в неделю. А нам одну. Это бывает. А то и реже. Последняя книга феноменальная. Она заменяет десятки миллионов книг, которые научили вас сажать деревья. А вот и свои тоже полторы тысячи. Зато доверсии нет. А если бы у редактора рейсов ее даже нет. А если бы и была, пока крики и будут проданы. А где также продается час по чайной ложке. То есть в месяц по чайной ложке. Получается, что только бумажную могу предложить. Ну, а дальше, на расшифровке идет каталог. Что такое абрикос академия? Вот оно даже еще имеет удлиненное. Видите? Вот это дерево сохранилось. Почти первым датом. Ну, подумаешь, плоды полтора раза крупнее, чем у этого Казмеда, который является автором этого сорта. Полтора раза крупнее. Ну, это особо работает. Детских поколений. И по каждому поколению, поколение, она начала округляться. Видели? Королевский. Он это табур. Особый сорт. Череки облетает одного. Его можно привить на свиньбу, на тёртую, на свиньбу. Только, кстати, и для вишних, как это делает крупнейший в России питомник, подставляет десятки тысяч садоводов, у которых обязательно не сдохнут абрикосы, привитые на вишнике. Для пищадой. Обязательно. А они гордятся. Вот будет полукарлик, карлик, а хреново полукарлик. Вот. Костёр. А вот это вот сорта, я уважаю за что? Амур. Тёртая бякоть, отделяющаяся сухая косточка. Догадали, что будет? Сказать что? Это мечта хозяйки. Я придумал второе название. Амур – мечта хозяйки. А транспортабельность какая уже? Сразу не портится, как другие. Серафима. Чудо сорта. В прошлом году у меня рухнуло и полностью погибло. Получается из выражая. Атисто дерево Серафима. Было уже 33-35. Сказали, вместо пейт. То было же дерево, я вам показывал. Это Серафима. Я не могу схвастаться, что они 10-20 деревьев. Это нет. Паратёк я один раз рассказывал. Лучше выражает 25 ведер. Это было 10 лет назад. А в прошлом году вообще было 30 ведер. Вот стоит, ничего им не делось. Байлевицкий. Я тут не виноват. Я достал готовое. Его 50 лет. Уже примерно 50 лет она в Сибири. 35 лет у меня. Я улучшил название. Она была просто бай. А я вот наглую написал сколько. Левицкий. Прижалось. Ну-ка проверю. Фото. Искать ядекс. А теперь посмотрим. Все репридентуют. сейчас это побойка вот пожалуйста абрикос левицкого баэ садокарат то есть он взял мое название переписал себе то есть он никак не естественно что кроме я никто не имеет права так называть потому что одни же еще и без особенностей расплываются эти как смотрите посмотрели абрикос байлевицкий ладно а я против что это моя фотография вот это вот продают якобы байлевицкий в чужом саду то есть на самом деле это в радио они что-то продают под этим маркой это мое дерево это не мое дерево зеленого то есть это уже используются для продажи другие это вот кстати фаида ну просто случайно сюда попал а нет абрикос левицкого эльбурги видите как выбрали одну из самых эффектных фотографий одну из самых эффектных а байлевицкий более раскрученный чем фаида потому что бай только у нас тут 50 лет и что получается я просто увлековечил фамилию левицкого и вот теперь борги продают якобы еще фотографии взяли с моего сайта еще взяли фотографии фаиды то есть перед вами чистое в радио здесь смотрим абрикос левицкого видите как стоило только 15 прошло как я озвучил это может 20 все зажило своей жизнью это может быть это прекрасный прикос только для какой-то либо левицкого а здесь что а вот это моя фотография а ну-ка-ну-ка-ну-ка а пришло вот это линейка моя она выдает всех мошенников а я моя значит что получать фотография боя 100 процентов есть еще характеристик самой фотографии но достаточно одной вот это линейки уже успели назвать царским так вот пожалуйста все дальше не буду хватит уже подали что творится на свете из доказать как сделать опять очень общий план ради интереса чего тут только одесса уже были фотографии перевешку и бои фотографии в общем достаточно убедиться что по левицке которого не существует в науке который создан моим воображением в моем саду только потому что по левицке это разошелся тысячах садов благодаря левицкому как уникальному садоводу уровня вечерина но тем не менее так уж сложилось теперь у него своя жизнь теперь у него много авторов покупайте лапши навешивать а как я доведу закажу садоводы сберет увидели как говорил этот самый козьмой прутков увидели черта ну что теперь было в своем вот и все так и тут возвращаемся к нашим чудесканал аппарат так еще раз по левицканал аппликосы рыжи это еще один вариант и плохо да дальше когда они попадают по-другому разки и так далее же попадать сперва цитили петель заканчивается а потом заморозки это называют сверхради у меня тут есть такой и позднее это значит сперва вот пройдут цветение это так пройдут заморозки а потом уже цветет неплохо да хорошее качество это самый патриарх в фотографии 15 лет или 17 вот этот урожай тридцать ветер который вы видите он тогда был гигантом и тогда поражал тогда вышел на первое место по россии а грандиозность этого же отставили себя даже вот такие скромные продавали от 300 до 800 рублей за садись используя бы фотографии среди как амитировать варианты бальжурского абрикоса подобное то есть это уже прямой поток один видите вот это пресс-то поле вы найдете еще привет обрежутся и довольт побирать и балл тоже не думать поставили борцы и уже садов и все зоны пресс просто год присутствует телевидение 40 вы поймете почему здесь нет мое изображение в уголочку как обычно вот еще про него скажу что вы знали как интересно это все 2021 году последний раз и от дуле вов-дуле в 2000 2000 или 2001 и оттуда привез суперсерты которые и влазил упадку воды не все никто и тогда случилось чудо дали среди оплаты потом борозный год 2005-2006 погибли я забыл я забыл до 2020 года примерно и потом когда я был его саду борисович ну-ка скажи пожалуйста у тебя есть саприкосы какие сорта он назвал два сорта третий сказал петр великий я схватился за сердце как петр великий нет он погиб как его покажи какие плоды он мне показал плоды разберу в стадис и мяч из предпонка обошел то есть показал вот такие то что такое то правда правда сейчас а это а вот такие а почему то есть он мне на пальцы показывал что каждый год были стендисный мяч соедините большие пальцы вот такие показал большие это указатель говорит что ты константинович хочешь что ты хочешь такую рожащую огромную и потягивать и вот это ты думаешь все равно уже у него где-то памяти там огромности сохранилось пришло время но оба валяли он уже был почти присутствие вот и все таки он мне устрелся через кого-то где привезли чередок я его привил и теперь у меня есть 5-5 деревьев и сегодня плодоносили ждут чудо вот тут чудо ребят почему я здесь его десяток черепков пойдет сразу по мало ли что вдруг сохранить его надо потому что на украине на входа нет персовская область берсовский разверт где-то уже у меня теперь в деревне змеевка разгромлено разрушены разбомблено осталось только могила дедов и отцов с угловой все больше там нет никого никого кто бы проследил за могилой никого кто бы еще раз попытался оттуда взять эти же самые чередки вот и те кому достанется петру великим я должен был бы сказать черенок центруные черенок тысячи рублей спросили вы меня я бы купил за то что я бы купил но я этого делать не стал просто кто успеет тот это только я не буду продавать кто-то скажет да я у тебя все здесь куплю нет потом уроки попадает может попасть например так а дуэна барашка цветение отшел а потом заморозок ой пронесло другие по самым заморозком цветут а это трачу это его качество главное все время отнесение дороги расскажет про чудеса которые низкокладить чужику чей вот этот сорт а он доставал его на сашинской станции научной вот так все друзья я на этом закачиваю и так я вас познакомил познакомил кто успел тебе познакомил